Дорогие, я приветствую еще раз всех вас, драгоценных. Я приветствую всех вас, которые собрались сегодня в ДК «Прогресс», в ДК «Радуга», которые присоединились к нам через прямую трансляцию. Я так рад, что мы все сегодня здесь собрались. И Бог дал вам благодати быть либо возле ваших экранов, либо здесь, либо в ДК «Радуга». Слава Богу за эту благодать, что Он помог нам и помогает отделять, несмотря на всю вашу занятость, время и быть там, где нужно быть. Быть среди народа Божьего. Я хочу сегодня предложить вам, на мой взгляд, очень важные размышления. Я хочу с вами поговорить о желаниях, о том, какие желания у нас есть, либо их нет. И хочу поговорить о ценности вот этих желаний. И не всегда, значит, мы делаем что-то, потому что нам это хочется делать. Правда? То есть иногда мы делаем что-то, потому что, ну, из чувства страха. А вдруг Бог накажет, если не будем делать? Либо из чувства долга, либо из-за выгоды какой-то. Бывает такое? Ну, нет, конечно. Не-не-не-не, мы только ради Господа, все. Мы полны желаний, да, конечно. Но, знаете, это разные дела, которые мы делаем, в том числе, когда приходим на собрание. Разные дела, из которых состоит наша жизнь. Я заметил, что можно делать эти дела с желанием, а можно делать эти же самые дела без всякого желания. И из этого состоит наша жизнь. В результате наша жизнь, либо с желанием мы живем, либо с желанием жить, либо живем с опущенными руками, просто по привычке, делая какие-то дела, занимаясь какой-то работой. И так проходит время. Дорогие, мы недавно Новый год праздновали. Сегодня у нас 1 июля. Первый месяц лета уже закончился. Новый год скоро, дорогие. Время просто пролетает. Ну, согласитесь, полгода прошло, как-никак. Вот, поэтому у меня вопрос сегодня. Интересно, а как Бог вообще думает об этом? Интересно, а для Бога важно, как мы живем? С желанием, либо без желания? Интересно, а для Бога важно, как мы дела делаем? Либо с желанием это сделать, либо мы делаем это, ну, просто потому, что надо сделать? Как интересно Бог мыслит? Вообще надо Ему это? Вообще заботит Его именно эта тема? Или, может быть, для Него достаточно, что мы просто делаем дела, и для Него важно, чтобы дело было сделано? Как ты там чувствуешь? Есть у тебя желание? Нет желания? Ну, может быть, это не так важно? Дорогие, давайте поразмышляем сегодня на эту тему и поговорим об этом. Ну, думаю, что каждый из вас согласится с тем, что есть разница между тем, когда мы делаем дело с желанием, либо когда мы делаем дело без желания. Ну, просто давайте посмотрим практично на нашу жизнь. Она состоит из разных дел, и мы как-то это делаем. И, ну, допустим, в молодости моей я жил на Сахалине, и, знаете, ну, не любил я рано вставать. Вот в школе, потом в техникуме, вот не любил рано вставать, вот прям так тяжело это было. Но на Сахалине все любят рыбалку. Особенно зимняя рыбалка – это вообще что-то. То есть ты можешь приехать туда пораньше и поймать 500-700 штук рыб этих хороших, такие корюшки, наваги, знаете, ну, это вдохновляет, ты дергаешь, дергаешь там. И мы, пацаны, мы все любили на рыбалку ехать. Вот, я не любил рано вставать. Но в воскресенье, надо заметить, я тогда еще был неверующим человеком, у меня не было привилегии знать Бога и церкви, поэтому я на рыбалку ездил. И вот в воскресенье надо было встать в 4 часа утра, чтобы потом прийти на эту автостанцию, сесть на автобус на 5.30, который отправлялся, и поехать на эту рыбалку. С такой нагроможденной, одетой, такой, чтобы не замерзнуть, знаете, на Сахалине там холодно, бураны бывают. И вот такой вот толстый, значит, это самое, раздутый от этой одежды, и вот ты идешь, ковыляешь туда, до этой автостанции. Столько трудностей, столько, значит, этих. Но когда ты полон желания, тебе прям интересно, ты уже ожидаешь, как ты там будешь дергать это, и все, это все по-другому. Ты встаешь в 4, и спать не хочется. Надо признать, мои дочери тоже не любят рано вставать. Ух, грешная вот эта какая-то природа. В общем, привычки грешные, да, передаются. И, ну, у моей дочери младше недавно был день рождения. И она знает, что когда день рождения, то мы постараемся сделать что-то такое, чтобы подчеркнуть, показать ей, насколько она для нас ценная, насколько мы ее любим, насколько она особенная. Вот, ну и, конечно, ей это нравится. Она хочет этого, она желает этого. И вот я встаю в 5.30 в этот день, чтобы надуть свеженькие 16 шариков, и аккуратно прохожу мимо ее кровати, и вдруг обращаю внимание, что она это, глаза-то открыла, и смотрит. Я говорю, дочь, ты поспи еще, еще рано. Ты еще поспи. Папа, я уже выспалась. Ну, как так? Я тебя поднять не могу. Обычно, как так, знаете? Папа, ну еще 5 минут, ну пожалуйста. Ну, сами понимаете, да? А здесь не надо никого будить. Я выспалась, 5.30. Ну, а человек, например, собирается жениться. Его раньше что-то сделать, ну, палкой не заставишь просто. А тут он жениться собирается. Ему денег надо. И он весь в этом воображении, как он женится, он влюбился. У него крылья просто вырастают, дорогие. Правда же? Я помню, ну, не хочется вспоминать свое грешное прошлое, конечно, вот без Бога, когда. Да, но вынужден признать, что работать я тоже не любил. И, ну, что там говорить, не работал. Вот. Но однажды я влюбился. И она жила в Новосибирске. И мне нужно было как-то приехать в Новосибирск, а денег нет. И я поехал на Курильские острова, там от Сахалина не так далеко, на остров Итуруп, чтобы приехать на Путину. Знаете, тогда в 90-е, в начале 90-х годов там очень хорошо можно было заработать. И вот я поехал на эту смену на Путину, и там надо было просто пахать. Круглосуточно, вот с этой рыбой, она приходит много, ее там все таскать туда-сюда. И у меня получилось. Я заработал денег, приехал, значит, в Новосибирск. Тут меня влюбленного Бог и поджидал, в общем. Вы понимаете, когда мы полны желания, наша жизнь просто меняется. Когда мы чего-то хотим, жизнь просто преображается. Я думаю, для вас не секрет. Когда нет желания, нет никакого желания, все кажется трудно, все кажется так тяжело, все просто не хочется делать, все тебя достают как-то, все к тебе вот что-то хочут от тебя, а ты бедный вот и так на износ уже. А тут тебя еще что-то просят делать. И вот такое состояние. Поэтому я хочу подчеркнуть, чтобы мы все как-то соединились в этой мысли, что жизнь без желаний, она тусклая, она неинтересная, она трудная. Но жизнь, наполненная желаниями, она просто преображает тебя, она меняет тебя, согласитесь? Аминь. Здесь важно заметить, конечно, что желания бывают разные. И мы с вами, как люди духовные, сразу определим, есть желания плотские, есть желания духовные. Абсолютно верно. Желания плотские, это те, которые инициируются от плоти нашей, просто от тела нашего. Нам чего-то хочется, мы в чем-то нуждаемся. Ну вот посмотрите, как об этом, допустим, говорит первое послание Иоанна, вторая глава, 16 стих. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Здесь написано «похоть», похоть на самом деле это просто желания, просто нормальные желания. И апостол Иоанн говорит, что все, что в этом мире есть, все, что люди понимают, они хотят что-то вот для тела своего, похоть плоти, в чем-то они нуждаются. У них есть желание глаз, они увидели, они зажигаются, они загораются этой идеей, и это тоже руководит ими. Ну и гордость. Ну никому же не хочется выглядеть ниже как бы вот всего, да? Хочется же выглядеть нормально, хочется чувствовать себя нормально, хочется чувствовать себя достойным. Но это что, плохо? Ну неплохо. То есть желать кушать, пить, нормально одеться, то есть чувствовать себя достойным человеком, это неплохо. Я не думаю, что здесь апостол Иоанн говорит о том, что это ужасно и плохо, но он говорит здесь о том, что это далеко не все. Он говорит, что этот мир, все, что имеет, это эти желания, которые обеспечивают их тела. Но мы, друзья, не просто тела. Человек создан удивительным образом, по образу и подобию Божьему. Мы состоим, у нас есть тело, но у нас есть душа. У нас есть вечная душа, которая имеет свои нужды, свои потребности. Бог создал нашу душу. Ну знаете, достаточно такую, она имеет определенную претензию, что-то иметь тоже. Если тела наши в чем-то нуждаются, которые однажды здесь похоронят, то насколько больше в чем-то нуждается душа, душа, которая вечная, которая будет всегда. И вот о чем говорит здесь, я вижу апостол Иоанн. Он говорит, что когда люди, они все, что имеют, это вот эти желания о плоти и заботятся только о плоти, рано или поздно, они остаются разочарованными. Потому что восполняя эти желания, вы никогда не сможете восполнить нужды вашей души. Душа намного больше, чем тело, так сказал Иисус Христос. Можно позаботиться о теле совершенным образом. Можно и чувствовать себя в этом мире достаточно достойным человеком, имеющим какую-то власть, хорошо одетым, образованным, наедым и напитым. Главное, не набитым, да? Но при этом быть разочарованным, потому что душа, душа может быть как раз побитая, а душа может быть неудовлетворенная. И здесь апостол говорит, что все эти желания, допустим, они нормальные, но у них есть одна особенность, они все временные, они все проходят. Образ мира этого заканчивается, и все желания эти тоже заканчиваются. И что же ты сделаешь со своей душой? Как ты восполнишь ее нужды? И он дает здесь этот ответ. И он говорит, «А исполняющий волю Божью пребывает вовек». Он не просто пребывает, существует, он есть в планах Божьих, он не вычеркивается, он имеет перспективу в вечности, он имеет целостную душу, наполненную Богом. И вот апостол показывает прям альтернативу. Он говорит, вот есть одни желания, они касаются ваших тел. И если вы только за этими желаниями двигаетесь, то вы будете разочарованы, так же, как будет разочарован весь этот мир. Но, если вы настраиваетесь на то, чтобы исполнять волю Божью, то вы никогда не разочаруетесь. Вы пребудете, вы будете. Вы в глазах Божьих быть, пребывать, это не просто существовать, это значит жить. Вы будете наполнены жизнью, вы будете наполнены радостью, несмотря ни на что. Аминь. И надо признать, что эти два рода желаний, они противятся. Они очень часто противостоят друг другу. Очень часто, чтобы исполнить волю Божью, тебе надо пожертвовать какими-то своими желаниями. И это бывает непросто. Я нередко стал слышать такую фразу. Я правда хочу это сделать. Я правда хочу это сделать. Я понимаю, это важно, я правда. Я бы так хотел сделать, не поверишь. Просто я знаю, это важно, я хочу это сделать. Но, и дальше, значит, разные варианты. Вот первая фраза одинаковая, разные, дальше вариации, значит, разные. Время в итоге, в общем, не хватает. С работы устаю, пришел, сильно устал. В общем, там кто-то из членов семьи против, то еще что-нибудь. В общем, не получается у меня. И как-то это, знаете, звучит, ну, как бы, ну, логично. И я вам хочу показать, как мыслит об этом апостол Павел. То есть он говорит, ребят, у меня тоже такое бывает. И вот как он это, значит, показывает в послании к римлянам, 7 глава, 18 стих. И он говорит, я знаю, 7-18, да, римлянам 7-18. Я знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, добрая. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. И вот он говорит, у меня тоже так, ребят, бывает. Я вроде понимаю, это важно, это нужно, но не могу это сделать. Дорогие, ну, увидьте, как он об этом мыслит. Он говорит, для меня это катастрофа. Это не оправдание для меня, для меня это беда. Я понимаю, что надо сделать, но я не могу это сделать. Посмотрите, как он говорит. 7, это же послание к римлянам, 7 глава, это же чуть ниже, 24-25 стихи. Он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господа нашим. Он помогает мне измениться. Бедный я человек, я не знаю, что сделать. Это образ жизни мой какой-то. Я понимаю, как надо поступать, но как дохожу до этого, не получается. Я понимаю, что важно в жизни по-настоящему. Я знаю эти вечные ценности, но как сделать их, того не нахожу. Он говорит, бедный я человек, что делать-то? Это тело смерти, оно ведет меня просто за моими естественными желаниями. Я иду за ними, и я не могу ничего сделать для Бога. Бедный я человек, как мне быть? Я же иду тогда не путем жизни, в Царство Божье, как исполняющий волю Божью. Я иду тогда путем к смерти. Бедный я человек. Он понимает это, видит, и ничего не может с этим сделать. И дальше его выдох. Он говорит, благодарение Господу моему. Иисусу Христу. Он цепляется за него и говорит, Иисус, ты мне все-таки помогаешь. Я сам не смогу. Я всегда найду оправдание, почему я не могу это сделать. Я всегда объясню, почему мне так трудно, труднее, чем другим. Господи, но ты помогаешь мне. Ты моя сила. Благодарение. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом. Господом. Аллилуйя. А теперь хочу я вам прочитать. Как идти путем к жизни. Павел говорит, если ты в таком состоянии, это не оправдание. Это знаешь, как в аварию попал. Почему попал? Пьяный был. Может быть, раньше как-то можно было этим оправдываться. Это смягчающее обстоятельство, наверное, да? Но мы понимаем, это глупость. Это утягчающее обстоятельство. Если ты пьяный, почему ты был пьяный и сел за руль. И здесь примерно так же. Если ты понимаешь, что надо делать, но не делаешь. Иаков говорит, что это грех. Разумею делать добро и не делаю, это грех. Желание открыто. Вижу, понимаю, но не могу сделать. Времени хватает. Это грех. И это путь к смерти. Я вынужден сказать так, как написано здесь, через слова апостола Павла. Друзья мои, ну вот что написано в послании к филиппийцам. Вторая глава, тринадцатый стих. Слушайте внимательно. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Речь о пути спасения. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Дорогие, в этой области все точно так же, как и физически происходит. Если ты полон желания, то ты способен делать дела Божьи. Если ты полон Божьих желаний. Если у тебя нет желания, ты просто говоришь, я не хочу. Тогда ты не способен исполнить волю Божью. Здесь все точно так же. Ты ничего не можешь, тебе трудно кажется. Тогда духовная жизнь кажется неинтересной. Тогда ходить в церковь неинтересно. В Плотниково поехать еще. Да вы чего? Я целый день. Это суббота. Я всю неделю трудился. Это суббота, единственный мой выходной. Завтра еще воскресенье в церковь идти. А потом еще домашку вы говорите. Еще помочь кому-то надо. Да вы что, вы не знаете моего расписания. И все кажется так трудно. И тебя со всех сторон как притесняют просто. Ребята, вы не знаете моей загруженности. Суть в том, я думаю, что иногда мы привыкаем к тому, что мы живем без желаний Божьих. И из-за этого мы становимся слабыми, обычными, плотскими. Идем по жизни, время пролетает. И мы рискуем остаться бесплодными. Но вот путь жизни, о котором говорит апостол Павел, посланник филиппийцам 2.13. Он говорит, со страхом и трепетом, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Почему, апостол? Как? Что это значит? Потому что Бог вкладывает в вас желания и действия по своему благоволению. Дорогие, Он открывает нам свои желания. Вы только подумайте об этом. Помните, как Иисус сказал своим ученикам? Он говорит, я не называю вас больше рабами, потому что раб не знает, что делает Господин его. Я называю вас друзьями. Почему? Потому что я открыл вам все. Я открыл вам сердце отца моего. Теперь мой отец, это ваш отец. Теперь мое царство, это ваше царство. Я открыл вам эти тайны неба. Вы теперь имеете доступ не просто к престолу благодати, чтобы получить для себя что-то. Вы имеете доступ к сердцу Бога. Поэтому апостол говорит с великим страхом и трепетом, с благоговением относитесь к тем желаниям, которые Бог открывает вам. Потому что в этих желаниях Он открывает вам свое сердце. Он не относится сегодня к церкви как к рабам, которым говорит, приказывает, что надо сделать, куда пойти, над что тебе тратить свое время. Нет, жизнь перед нами полна красок своих, мирских перспектив, идей, возможностей. Только не забывай, однажды предстанем на суд. Только не забывай, однажды все закончится, как говорит премудрый экклесиаст. Не забывай, время пролетает быстро. И что ты сделаешь для своей души, если идешь только на поводу этих желаний? Апостол говорит с великим страхом и трепетом относитесь к тому, что Бог открывает вам. В этих желаниях его сердце. И когда он открывает свое сердце, но он ожидает, что его дети, они как-то будут реагировать. Он не будет приказывать, он не будет заставлять. Он открывает свое сердце. Бог не открывает свое сердце всем подряд. Бог не открывает свое сердце этому миру. Однажды Иисус написано, что он не открывал себя никому, потому что знал, чем они наполнены, знал, они просто хотят чем-то попользоваться. Он не открывает свое сердце, кому попало. Дорогие, он открывает свое сердце. своим сыновьям и дочерям. Он открывает нам с вами свое сердце. Поэтому мы начинаем видеть то, что нужно. Если вы начнете говорить этим людям мира, что надо как-то жертвовать, что надо идти кому-то послужить, что надо кому-то помочь, у них будет один вопрос, что я от этого буду иметь? И если я от этого ничего не буду иметь, мне это неинтересно. Они не понимают. Им не открыто сердце Бога. Они не мыслят, что это важно, что это нужно, что это правильно. Но нам с вами открыто сердце Отца. И Бог ожидает нашей реакции, что когда мы увидим какую-то нужду, и мы будем понимать, это важно, это нужно, Он ожидает не то, что мы будем чем-то вдохновлены сверхъестественным образом, но Он ожидает, что мы начнем прилагать к этому все свое старание. Помните, как написано в послании к Колоссянам? В третьей главе, в 23 стихе, и там написано так, что все, что делаете, как делать надо? Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не как для человеков. Когда тебе открывается сердце Бога через Его желание, когда ты начинаешь видеть то, что нужно сделать в Доме Божьем, то, что нужно сделать в церкви, то Бог хочет, чтобы ты приложил туда свою душу, чтобы ты приложил туда свое старание, свое желание, свою мысль, свою идею, фантазию. Душа наша из чего состоит? Мысли наши, желания, переживания, вот эти, сила воли, наша душа, личность наша. Бог хочет, чтобы мы, видя Его желания, прилагали к Ним просто все свое сердце. Мне кажется, что сегодня дьявол просто обворовывает церковь. Знаете почему? Потому что, если ему удается своровать желание у тебя, Божье желание, то тогда ему удается и своровать и то дело, которое ты должен был бы сделать. Понимаете? О чем я хочу сказать? Невозможно исполнить волю Божью без желания, без ревности, без старания, без того, чтобы приложить туда всю душу. Ты не можешь исполнить волю Божью просто своим умом, просто своими возможностями, своими силами. Без желания невозможно. Почему? Написано, доброохотно дающего любит Бог. А других что, не любит? Он всех, конечно, любит. Но я думаю, какая-то особенная любовь Его, она просто высвобождается в жизнь того человека, который начинает делать дело с желанием. Он просто хочет это сделать. Он говорит, это не чувства, дорогие. Это не чувства, это не просто вдохновение какое-то. Это Его выбор, это Его решение. Он говорит, Бог мне открыл, я могу это сделать. Аминь, Господь, как я могу это сделать? Он прилагает все свое старание, ревность. Мы тут не так давно общались, месяц назад, наверное, но у меня как-то зафиксировалось это, знаете. Общаемся с братьями и сестрами, рассуждаем там о разных делах и одной сестре, ну и вопрос поднимается, кто это может сделать, там послужить в одном месте. И одной сестре говорит, может быть, ты это сделаешь? Она говорит, да, конечно, хорошо. Я смотрю, а никто не ожидал реакции такой. И я помню, пастор Надежда, не знаю, помнит она или нет, она начинает говорить, как бы, ну так, по-матерински так уговаривать, что ли, что, ну там ничего, там вот так нужно сделать, вот так нужно сделать. Это не так типа сложно, это не так, в общем-то, будет тебе накладно, в общем, у тебя получится, ты сможешь. Она слушала, слушала, говорит потом, говорит, Надежда, я хочу это сделать. Я хочу это сделать. Знаете, это была просто какая-то вспышка. Все, все вопросы отпали. Все вопросы отпали, потому что, когда человеком руководит желание исполнить волю Божью, туда приходит все. Туда приходят возможности от Бога, туда приходит сила от Бога, туда приходит разум от Бога, туда приходит все, что тебе нужно, чего у тебя по-человечески бы и не было, может быть, никогда, но туда приходит все. Почему написано ревнуйте о дарах духовных? Я покажу вам путь превосходнейший. Что это? Это желание. Когда ты видишь дело, мы сегодня по дарам как-то много рассуждаем, что вот это мой дар, это не мой дар, поэтому, знаете, когда я рассуждаю, я вообще думаю, у меня нет никакого дара, наверное, потому что я ничего не хочу делать. Какой же у меня дар? И вот с такой логикой годами мы можем сидеть на месте, ждать, когда же мы тесты проходить, когда же мы поймем, какой у нас дар. Тесты проходить, там разные изучают, в себе ковыряться, друг в друге ковыряться, вдохновлять, о, ты пророк, наверное, о, да, значит, а ты евангелист, ну да, и все сидим. Так умудренно, разобравшись со всем дарами, графики все выстроили, такие, все, и сидим, так нормально, как на том корабле из фильма Рейнхарда Бонки, помните? Это же трагедия тогда, это же просто катастрофа тогда, но апостол говорит, ревнуйте, о дарах духовных, я покажу вам путь еще лучший, еще превосходнейший, это Бог говорит нам, ревнуйте, когда ты видишь что-то, что нужно сделать в церкви, когда ты понимаешь, что Бог тебя побуждает к чему-то, не ищи каких-то чувств, включи свое желание, скажи, я хочу это сделать, потому что Бог открывает мне свое сердце, чтобы открыть свое сердце, Он отдал самое дорогое, Он отдал сына своего, Отец, чтобы показать свое сердце, свое желание, свои ценности, Он пожертвовал сыном своим, дорогие, это великая жертва, сегодня я согласен, дьявол, этот мир, общество, выстроены ценности таким образом, что желания Божьи, они выглядят тускло, они выглядят по-человечески неинтересно, они выглядят бесперспективно в этом мире, но Иисус обещал, Он сказал, если ты оставишь что-то, ради того, чтобы исполнить мою волю, если ты оставишь что-то ради меня или ради Евангелия, я обещаю, ты получишь во сто крат награду больше, уже здесь на земле, Он сказал, а потом там, на небесах, намного больше, но это путь веры, это путь веры, который открывается тем, кто верит, кто начинает поступать по этому слову, кто начинает ревновать о том, чтобы исполнить волю Божью, друзья, но если мы проигнорируем это, если мы будем просто продолжать делать какие-то дела, да, Божьи дела для галочки, просто для, ну, я так говорю, для галочки, да, конечно, мы так не считаем, мы считаем, что мы делаем самым лучшим образом, ну, в тех возможностях, конечно, которые у нас есть, если так, невозможно исполнить волю Божью, без ревности, невозможно действовать в дарах, хоть как-то себя там объясни, какие-то графики пройди, если не будет этой ревности, дары даже и есть, они не будут работать, потому что помазание Божье приходит к тем дочерям и сыновьям Божьим, которые с благоговением относятся к желаниям Бога, поэтому Павел говорит, дорогие, с великим страхом и трепетом относитесь к желаниям Божьим, потому что в результате вы тогда сможете сделать и дело Божье, Он говорит, от Него приходят и желания, и действия по Его благоволению, по Его доброму желанию, Он открывает нам Свои желания, поэтому я верю, что сегодня Бог призывает нас посмотреть просто на Свою жизнь, посмотреть на то, что мы делаем, либо на то, что мы не делаем, посмотреть на то, что с желанием ли мы служим Богу, с желанием вообще мы живем, или нет. Вы спросите, а если, ну нет у меня желания, что мне делать, где мне его надо взять, как взять это желание? Я скажу одну такую водную вещь и потом два момента покажу. Первое, просто вне всего. Я размышлял об этом, я думал, правда, Господи, я знаю эту разницу, когда я был без желания, когда я просто относился к каждому делу, считая себя просто героем веры, преодолевая все препятствия, наступая на свою лень, просто наступая на все свои нежелания, и все-таки делая дело, я считал себя просто героем в своих глазах. Я знаю эту разницу, когда Бог открыл мне эту истину, и Он сказал, сын мой, это привилегия для тебя что-то сделать для меня. Ты бы никогда не смог ничего сделать в этой жизни вообще. То, что ты сегодня понимаешь, ты что-то можешь сделать, у тебя дар какой-то есть, ты что-то можешь сделать, мой сын сначала пошел на крест для этого. Я знаю эту разницу, братья и сестры, когда я жил без желания, и когда Бог открыл мне эту истину, и перед тем, как вам говорить все это, я думал, Боже, а как ко мне это пришло? Я ничего не мог придумать, я не мог придумать какой-то схемы, не мог увидеть какой-то логики, какой-то последовательности. Хотя есть одна, сейчас покажу. Но первое, что я понял, это приходит от Него. Он инициатор этих желаний. Написано, что Он, Он, Он с великим страхом и трепетом, потому что Бог производит в вас хотение, вот эти желания и действия по своей воле. Если Он не будет производить ничего внутри человека, знаете, что происходит? Написано, как не заботились они иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Что они начали делать? Они начали непотребство делать с ненасытимостью, с безумием. Они начали восполнять желания своей души за счет восполнения желания плоти. Они стали жить мужчины с мужчинами, женщины спать с женщинами. Безумие, бред со скотом. Там ужасные вещи. И сегодня это происходит. Вот что происходит. Если Бог, если ты остаешься просто без желаний Божьих, тогда ты становишься одержимым желаниями плоти. Тогда твоя жизнь начинает проходить, тратиться, просто удовлетворяя свою плоть. И человек перестает даже это понимать. Он даже не понимает, что живет в этом безумии. Он начинает следовать за похотями и желаниями этого мира и гордится потом еще этим. Написано, они делают все эти ужасные вещи и не только стыдятся. Они не стыдятся, они стыдятся, они гордятся этим. Это страшная перспектива людей, которые остаются без желаний приходящих от Бога. Но как их получить? Он дает им. Ради Иисуса Христа, через Иисуса Христа, через Его жертву, Отец открывает свое сердце. Он дает это. Это не придумаешь. Он дает это. Он дает это двумя путями. И вот теперь эти два пути, посмотрите. Это написано в той молитве, о которой Иисус нам говорил, молитесь. Отче наш, Сущий на небесах, знаете, да? Евангелие от Матфея 6. И вот 6.13 я хочу вам показать. И здесь вот эта часть молитвы написана, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Я вижу здесь эти два пути. Первый, это путь через искушение. Мы просто искушаемся, обольщаемся, собственной похотью написано, собственными желаниями. Мы увлекаемся чем-то, и сначала Бог говорит, не делай это, Он просит, Он уговаривает, а потом Он вынужден просто допустить, чтобы ты, ну как, поел этой морковки, которая кажется слаще с мирского огорода. Он допускает однажды, чтобы ты наелся того, чего тебе так хочется наесться. Говоришь, девушке, которая собирается выйти замуж за неверующего человека, вот она полюбила, но такой симпатичный, но хороший, но неверующий. И мы ей говорим, ну столько примеров, ну посмотри, зачем это такая трудная жизнь у тебя впереди. Даже не представляешь, это два разных направления, два разных желания, если ты захочешь исполнить волю Божью, а Он даже не понимает ее. Как вы будете вместе? Не преклоняйтесь по одной рмо с неверными. Посмотри, сколько ошибок уже другие сделали и покаялись. Стандартный ответ. Ну значит, мне надо на своих ошибках научиться. Не проходит года потом. Кричит, плачет, что теперь делать, может быть развестись. Ага. Или он, паренек, который понимает в церкви, как-то, как-то вот не одобрят его выбор. Он выходит из церкви, он идет, женится, значит, через год, года не проходит, опять разочарование. Все то же самое. Приходит, плачет, но уже ребенок, но уже, уже судьба другая. Но, теперь, проходя через эти трудности, я через свое проходил, сейчас время нет, не буду вам рассказывать уже, но, в результате, ты становишься такой открытый к желаниям Божьим, ты уже вляпался, ты уже натворил в жизни, у тебя уже последствия, ой-ой-ой, и теперь ты уже понимаешь, это бесперспективно, мне уже не надо ничего, никакой похоти не хочу, никакой гордости не хочу, уже не хочу, чтобы обо мне ничего говорили, Боже, помилуй, я хочу с тобой жить. Вот он, путь через искушение. Иисус говорит, друзья мои, есть другой путь вообще. Он говорит, только начинайте молиться об этом. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Это же лукавый путь, когда мы объясняем, почему мы все-таки можем это сделать, почему мы можем все-таки идти на поводу вот этих желаний и плоти, это же лукавый путь. Внутри, если глубоко заглянуть, мы понимаем, что это неправильно, мы понимаем, что жизнь проходит бесплодная, но что делать? Мы объясняем, это лукавый путь. Иисус говорит, молитесь так, не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Знаете, о чем он говорит? Он говорит, что не пойти в искушение, это наш выбор. Это все-таки наше решение, как мы пойдем. Иметь это желание, идти за Богом, иметь ревность, ревновать о дарах сверхъестественных, чтобы исполнить Его волю, включать все свои мысли и силы, чтобы исполнить Его волю, это выбор наш. Мы решаем, как мы пойдем. Мы решаем, как мы будем жить и что мы будем делать. И вот последнее место Писания, которое я хочу вам прочитать. Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Богу не интересно, просто чтобы мы что-то сделали для Него. Ему интересно, когда на Его открытое сердце мы реагируем соответствующе. Вот это для Него интересно. Вот это для Него ценность, когда сквозь все ценности другие ты выбираешь откликнуться на то, что открывает тебе Отец. И бывает это очень невзрачно, кажется, поехать куда-то помочь. Мне буквально недавно одна сестра спрашивала, говорит, ремонт надо сделать. Не могу там ремонт, они сложные, обои переклеить, не знаю, кого найти. Спрашиваю того, другого, не знаю, никто. Все заняты, все работают, все в своих бизнесах, в своих работах. Не могу. А сестра одна, но мужа не знает как. Я говорю, у тебя деньги есть? Ты можешь заплатить? Да, есть деньги, я готов заплатить. Но никто не берется, никто не хочет. Наверное, денег немного. Дорогие, ну смотрите, что говорит Писание. Доброохотно дающего любит Бог. И восьмой стих. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство и были богаты на всякое доброе дело. Бог не оставит. Он не оставит. Не только там на небе, Он здесь не оставит. Он даст тебе все необходимое. Но самое главное, достаточно ли ревностно ты сегодня реагируешь на открытое сердце Отца нашего Небесного? Это последний вопрос, которым я хочу вас оставить и помолиться в конце этой проповеди. Я хочу вместе с вами попросить, братья и сестры, чтобы Бог по своей великой милости ради Иисуса Христа обновил нас в наших желаниях. Чтобы мы не остались теми безумными, которые творят какие-то вещи с ненасытимостью и даже не понимают, что это глупо. Давайте встанем для молитвы и попросим этой Божьей благодати, чтобы Он обновил нас в своих желаниях. Отец Небесный, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты здесь. Я благодарю Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа, которого Ты пожертвовал за все наши грехи и беззакония, Господи, чтобы открыть свое сердце для нас, чтобы Твои желания стали доступными для нас, Господи, чтобы очистить нас от этой дьявольской закваски, Божьей, в которой мы жили все годы наши без Тебя. Господи, я прошу Тебя, обнови народ Твой, обнови нас всех в Твоем присутствии, обнови в наших мыслях, обнови в чувствах наших, обнови в желаниях наших. Мы просим, Господь, перед лицом Твоим, открой нам Твои желания, открой нам их так, как видишь Ты. Господи, когда мы будем смотреть на церковь нашу, когда мы будем смотреть друг на друга, Господи, дай нам увидеть Твоими глазами, где мы можем участвовать, где мы можем участвовать в жизни друг друга, где мы можем участвовать в офисе нашем. Господи, даруй нам служить теми дарами, которые Ты дал нам. Кто отделочник в отделке, кто учитель, учительствовать, Господи. Кто может что делать, чтобы делали это для Тебя, а не только для корости, для денег. Господи, мы знаем, что Ты способен обогатить нас своей благодатью и дать все потребное, чтобы мы были способны исполнить каждое Твое доброе дело. Господи, мы доверяемся в Твои руки. Мы благодарим Тебя за эту работу в наших сердцах. Мы благодарим за эту перемену. И мы просим Тебя, Иисус, Отец, не введи нас в искушение, Господи, но избавь нас от лукавого. Господь, даруй нам принимать решения. Даруй нам быть ревностными в каждом деле, которое мы будем делать, чтобы делать его желание от души для Тебя, а не для человека, Господи. И награда нам не нужна, и похвала нам не нужна. От Тебя мы ожидаем награду за каждое дело, за каждую жертву, которую сделаем. Господи, сформируй в нас характер Христов. Господи, мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе. И благодарим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Ани, Аллилуйя.